Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Девушка Вальтера Соломенцева Олеся пришла на Дом-2 к нему в гости на поляну. Участники Дома-2 подготовили тяжелые испытания для новенькой участницы Эли Кудряшовой. Кучеров, Чебану и Захарьяш связали девушку и положили ее в настоящий гроб. Затем закрыли крышку, предварительно оставив там камеру, чтобы телезрители могли наблюдать за тем, как она себя будет чувствовать в замкнутом пространстве. Эля не испугалась это испытание, девушку только позабавила. А Сергей Кучеров в недавнем эфире выбросил Юлию Ефременкову в бассейн с ледяной водой. Он решил проучить ее таким образом. Сергей считает свою выходку безобидной шуткой. У Юлии же могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем после такого купания. Никита Кузнецов и Дарина Маркина постоянно ссорятся. В последний раз они поругались из-за того, что Дарина выпила лишнего. Маша Кахно находится дома. Как вы помните, недавно ей вызывали скорую на проект. После недавней операции у девушки поднялась температура. Сейчас ей уже лучше. Тата Абрамсон в недавнем эфире очень удивила зрителей. Она совершала дикие прыжки, когда пыталась поскорее усесться на свое место на Лобном, чтобы не заработать наказание от Бородиной. Многих удивляет, что девушка на девятом месяце может так прыгать. Но бывает по-всякому. Например, Собчак даже стояла на голове на поздних сроках. Ирина Донцова нашла общий язык с Алексеем Купиным. Она возмущена, что парня называют каблуком. Леша не каблук. Просто он старается угодить Майе, пишет женщина, и постоянно показывает ей, как она ему дорога. Ольга Абузова дала откровенное интервью. Вот его некоторые самые интересные моменты. Она рассказала про случай, который с удовольствием бы вычеркнула из своей биографии. Когда Абузова была участницей Дома-2, то в туалетах стояли камеры. Ольга представить не могла, что кадры из туалета попадут в сеть, там, где она стоит в бегудях, трусиках и без лифчика. После неудачного брака Бузова говорит, что карьера у нее теперь на первом месте. И ради отношений она никогда от карьеры не откажется. У нее теперь стало больше свободного времени. Уже не нужно вставать на два часа раньше, чтобы приготовить мужу завтрак. У подписчиков Саши Гозе складывается такое впечатление, что девушка постоянно пьяна. На всех видеотрансляциях она постоянно пьет то пиво, то вино. Вот как Гозиас объясняет свою тягу к алкоголю. Как хотите, судите, но я русская душа и не выпить на отдыхе не могу. Вика Боня опубликовала фотографию своей матери. Она устала отвечать на вопросы о своей внешности, свои ли у нее губы, зубы, скулы и так далее. Боня написала, что это природная красота, которая досталась ей от матери. Антифанаты Вики Романец сравнили, как выглядит девушка на отредактированных в фотошопе снимках и в реальной жизни. На первых снимках она выглядит стройной и эффектной красоткой, на несколько размеров меньше, чем в реальности. Егор Халявин сделал себе перманентный макияж. Народ посчитал, что такие манипуляции ни к чему мужчине. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Дома 2 на канале ТНТ.